всем здравствуйте 31 марта поехали мы с вороном в лес прокатиться под седлом зимой один раз на все уходил ну и вообще мало зимой ездил вчера я пешком ходил повезем на гостинцы в лес что будет интересно выйду на связь снегу много резина то у нас еще как бы зимние должны проехать на следующей неделе наверное на летнюю до будем переобуваться с тобой да попробуем переобуемся там сложно сложного вроде ничего в общем вот так вот в дорогу да тоже зеваешь хозяин зевает ты зеваешь ахаха красавец всего что интересное будет если дорогой дорогой включить если нет на месте проехали мы с вороном в общем уже километров 10 на на живности нет у козлики он там где-то он сейчас два стоят в том молодняке не знаю убежали нет пока я по снегу ехал ветер от них как бы попробую сейчас подойти посмотреть что за козлики а жирности нет в плане лося проехали мы места зимней стоянки лося и лося нет наверное куда то есть уже двинул наверное ко мне на солонец по-любому 11 лет был одиночного наверно там годика два ему три может быть небольшой я думаю не больше моего ворона одиночный направлением примерно туда куда может там сквозную прошел может тормознул проедем сейчас посмотрим вот так вот тут я ожидал что лосиных следов будет много ладно пойду попробую козликов посмотреть в общем вот они один и вот второй что что за косуля пошла как начинаю подкрадываться так они спать ложатся то ли они в то время езжу время 1334 два сигалетка как я понимаю хотя может быть козла с сигалеткам сейчас попробую подойти блин снег вот тут какой-то след их не может быть сейчас этой тропиночкой маленько пройду но этот опять на меня сейчас как раз головой повернута лишь ну попробуем поближе заснять побежали 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 вот так вот ну вот для них тут осталось метров на 60 2 тоже легла коза коза айси калеток вот ворон на меня смотрит хозяин дурачок как осенью опять у него смотрю взгляд как и осенью когда надо было мясо заготовлять мы ездили фотографировали и сейчас у него точно такой же взгляд осенька съедена объедена вся он весь ствол ну ладно едем дальше мое включение они нас перепутали с лосем два штуки метров 50 до первого и чуть-чуть подальше он до 2 а он там еще третий оказался тоже не понял так же как я чего не делают место вообще вот открытым местом едем до ближайшего леса вот поляна и они такие нам навстречу идут идут так мы так с тобой к вася подъедем да наверно сегодня найдем сейчас стоят смотрят понять не могут причем этот ближний раза четыре посмотрел на пока я с коня еще слазил голову поднимет посмотрит дальше идет посмотрит и дальше не еще камера спрятана под курткой когда начал расстегивать замоках смутил звук вот так вот вон вообще 80 лет сегодняшний туда нахожено здесь нахожено короче либо он убежал либо он где-то он там впереди ворон метров за 200 от 100 места примерно до сюда стал часто останавливаться реагирует по направлению куда-то вот сюда сюда смотрит ветер как раз нам на встречу дует два варианта либо ось впереди либо лежит либо ходит и от него здорово пахнет может быть слышит его либо он уже убежал я не услышал но ворон его спалил до этого и теперь настораживается останавливается может запах доходит в общем ось либо здесь либо мы вас пугнули на пол здесь здесь обназначен сейчас поешь посмотрю поедущим направлением их них следов до саванца буквально километра полтора максимум 2 еще след рядом нет вот этот уже бегом похоже похоже спугнул и есть не знаю видно не видно на камеру что даже вот не проваливаются там проваливаются местами выглядят прям очень свежие там и есть что чуть-чуть снежком подсыпаны сегодня с утра снег был и в ночь был минус и вот хрен его знает как ты ворон будешь есть тут ось или нет пока идем в сторону направления саванца да посмотрим нет нет но хоть порадовало что все-таки троечка у меня тут обитает не знаю как видно но в общем вот они осень сейчас на край выйду так они трясет не знаю то ли они от меня то ли они сами по себе там ходят четверка по моему метров 400 туда до них сейчас краем поеду ветер так от них и дует может еще перевижу их я что в общем думают по направлению они отсюда идут как я за ними еду наверное все таки от меня может быть просто по шуму среагировали и уходят если так то думаю от четырех или от четверых их шум больше чем от меня и может быть я их сейчас не подшумлю а все таки подъеду хотя бы чтобы с коня слезть поснимать метров 300 остается до того места где их видим снега здесь много сейчас попробую сюда заехать все таки на перерезы в краю на зимней резине навести уходной 6 по следам по моему они бежали от меня все-таки они сами шли жалко жалко хоть маленько поклетел добрались мы скоро на место вовсе пошли стороной все-таки от нас где-то они были ближе то ли когда я первый раз разворачивался и они прямиком прямиком идут так то бы конечно их догнать можно было без проблем но рюкзаки мешают неудобно с ними ехать скидывать мне их неохота было ничего страшного думаю главное что ходит здесь вот зверя под косули есть следы вначале лосины 11 лосины тут что-то не понять то ли все-таки лижут копают землю вот лосиный отпечаток подходил подходил лосик свежей давности следов нет вот все кустики он огнел тоже соленый растет ну а так вот от камня он был то ли 11 то ли 13 килограмм не помню весь уже растаял видимо размыло его вот так вот сейчас мы гостинцы оставим и поедем дальше возможно ось если сейчас кругом пойдут и маленько тормознут где-то мы их можем опять пересечь это именно круг я поеду напрямую и мысли не дорогу пересекать километра четыре на набегут если по времени они бегут то они пробегут если они тормознут я их могу снова там есть там один лес который у меня мысли что они могут встать то там я их могу опять поднять в общем вот так вот сейчас мы место обновим ветер сильный холодно место обновим поедем дальше если нечего будет больше снимать то всем пока если все-таки что-то еще увижу то включить батарейки у меня правда на 10 минут осталось все ждал что оси вот-вот-вот выскочат они оказались вот как далеко ну ладно чем всем пока если что ну то в общем как я и предполагал дверь пошел в том направлении тем местом но не стал останавливаться пошел прямо я считал что мы вот примерно в этом месте в лесу пересекемся он прошел уже до меня нам попутно пока может вещи впереди будут стоять у меня антенна настроен радиолокатор может быть где мы их еще и засекем добро тут то ли один то ли два идет где-то два стороной вы не понял они разошлись я думал что тут лицу сейчас и станут а потом раз они обратно смотрю бегом вы дальше какой-то выбрал так примерно что по урону полегче шагать было и держусь этого следа подскорее всего куда-то на правый угол вторая группа еще впереди лес но они вроде левее него хотят уйти в общем вот так вот сейчас выйду еще километр примерно в одном направлении потом мне надо будет в сторону дома заворачиваться они скорее всего пойдут прямо в болотину там вот так вот так вот так вот вышел зверь но я с ним не пересекся пошел через поле у кого опыт есть поделитесь в комментариях охоты на ось из подхода как он вообще останавливается не останавливается через сколько останавливается сейчас вот он получается прошел без остановок уже около семи километров с того места где их увидел не преследовал я их около часа это точно наверное больше как я в сторону ушел на солонец так или больше не пересекал сколько во времени примерно он идет интересно но вот эту болотинку он сейчас тоже сквозь перейти должен там большое такое болото хорошее и там вот он скорее всего станет я туда не поеду там воды наверно нынче с осенью осталось кочки высокий конь будет тонуть можно завалиться это нам ни к чему сейчас насквозь перееду он тут по шириной этот лесок там как раз дорога будет домой вот так вот так что короче я скажу тут по ходу кабан если я правильно разобрался только кабан отсюда вышел а я следов не видел значит он где-то и зашел правильно я поехал местом где поуже вдруг они побегут там на поле в поле выйду выйду и 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 сказать ну вроде как их не вижу нифига нифига не вижу ого леса я же груза в общем там в кустах еще одна лиса и они это того там бегают да ворон тоже видел и ворон тоже видел вот так вот весна ворон то хорошо видит молодец